Всем привет, меня зовут Бучинская Анна, и сегодня у нас интервью с магистранткой Института интеллектуальных кабинетических систем Марковой Дашей. Очень приятно. Я спела, раз называла фамилию, правильно? Даша, подскажи, на каком направлении ты учишься? Информатика и вычислительная техника. Если я правильно помню, у тебя первый курс. Почему ты выбрала данное направление и в принципе до этого на таком же училась или что-то другое? Да, на таком же, на бакалавре. В принципе все началось с того, что я еще с восьмого класса начала увлекаться компьютерами, все что с этим связано, пыталась сама как-то настроить у себя систему, у знакомых пыталась что-то починить, начала увлекаться также схемотехникой, паять, но вот так чисто для себя. Прикольно. Потом мама, увидев мое вот это вот желание что-то новое узнавать, отправила меня на курсы в лице 15-11, тоже при МИФИМ. Но у меня не очень сложилась математика, к сожалению. Я не смогла сдать экзамены с первого раза для поступления. Вот, и как-то так сложилось, что я в лице не пошла по итогу. Вот, но дальше я пошла в колледж, окончила его. Вот, там была специальность по защите информации связана. Ну, дальше после колледжа я поступила на вечерний, были очень сложные экзамены, я все-таки их прошла с той же математикой. Вот, так что я считаю это небольшая победа для меня была. То есть вечерний бакалавиат, да? Да, все верно. Тоже информатика, вычислительная техника, только вечерний. Ну и, собственно, мне показалось, что мне недостаточно этих знаний, что я хочу дальше. Вот, в аспирантуру я тоже собираюсь. Человек должен постоянно учиться, я считаю, учение свет. Вот, ну и, собственно, поэтому я здесь. Да. Вот, интересно, что ты училась новичанием и поступала после колледжа. Давай-ка немножко тогда воспользуемся моментом, и как раз-таки для тех, кто, возможно, тоже так будет поступать, немножечко об этом поговорим. Как вообще вот после колледжа? Я знаю, что многие обычно даже не хотят идти в институт, или, там, потому что больше уже нацелены на работу, потому что у них уже есть какая-то, скажем так, уже, ну, специальность. Да, многие мои однокурсники в колледже так и поступили, пошли сразу работать, но я как-то... Вот у меня с восьмого класса было желание все-таки попасть в МИФИ, вот, поэтому я поставила себе цель, я ее добилась, можно сказать. Здорово. И вот насчет экзамена сказала, что сложно. Я так понимаю, если мне не изменяет память, тогда сдают те же, по сути, экзамены, что и по ЕГЭ, просто для... Да, вот, у нас на тот момент было два варианта сдачи. Наверное, я ошиблась, когда выбрала внутренний экзамен, потому что именно в тот год, когда я поступала, его усложнили очень сильно, вплоть до того, что вот у нас набор был 120 человек, и из них взяли только 57. Вот настолько все было плохо. Надеюсь, они потом немножко отредактировали этот материал, потому что, конечно, было ужасно, ну вот. Но сейчас, насколько я знаю, все немножко полегче с этим. Там можно было и в виде ЕГЭ это сдавать. Вот, наверное, стоило сдавать ЕГЭ. Ну, если вдруг кто-то собирается поступать к нам, вот, советую человеку, который через это прошел. Хорошо, тогда еще немножечко про вечерние. Почему выбрала именно вечерние? Ну, на самом деле, я все-таки хотела как раз-таки на работу выйти после колледжа, но на научном, насколько я знаю, такое не особо практикуется, вот, поэтому я все-таки на вечерние пошла. Ну и плюс после колледжа есть вариант сокращенную программу выбрать, то есть три с половиной года все-таки вместо четырех. Вот, поэтому... О, и ты училась три с половиной, да? О, ну, как я сейчас много интересного узнаю. Какой интересный человек, оказывается, нам тут Илья Владимирович подобрал. Хорошо, хорошо. И если я правильно помню, то вечерние у нас очно-заочные, как раз-таки оно же вечерние, это те же очные пары, только вечером, да? Как было тяжело, сложно или как-то так влилась и потом... Ну, на самом деле, единственная проблема, что поскольку у нас занятий, в принципе, меньше, а предметы те же, то получается, поскольку меньше часов, меньше получается от преподавателя что-то узнать. То есть, по сути, у нас остается время только на сдачу лабораторных, и больше у нас, скажем, самостоятельное обучение, конечно, идет. Ну, то есть программа немножко подужата, преподаватель пытается быстро все рассказать. Вот, но все равно считаю, что наши преподаватели очень грамотно с этим справились. Мне было очень интересно учиться на бакалавре, но, собственно, поэтому я пошла на ту же кафедру магистратуру. Что интересного в программе? Что вот, с чем интересно сейчас? Ну, на самом деле, я изначально, когда поступала в магистратуру, хотела продолжать заниматься своей дипломной работой с бакалавра. Вот, оно у меня связано с, ну, как с работотехникой. Вот есть некий Чепин на кафедре. Вот, я у него как бы занимаюсь. У меня диплом посвящен сурдопереводу. То есть вот на бакалавре я использовала, ну, речи, переводила ее в жесты, а сейчас я решаю обратную задачу с помощью, там, датчиков. Вот, собственно, мне очень интересно заниматься моей дипломной работой как раз-таки. Вот, я сейчас активно продолжаю это делать. Еще также есть несколько интересных предметов. Например, язык Java мне очень понравился. Я, конечно, на бакалавре его не изучала, а тут вот с Равнягином изучала. Здорово. Немножечко про дипломную работу и робототехнику. То есть, давайте немножко поподробнее. То есть, перевод с текста, ну, то, что говорят, на язык жестов в реализацию какую-то программную или какая-то у тебя есть там рука шевеляющаяся? Нет, в данный момент у меня есть датчик, он называется Leap Motion, но, в принципе, можно использовать любой датчик, просто я использую этот. Но, собственно, что он у себя представляет, это такая маленькая вот, ну, датчик, типичный датчик. Вот, я показываю ему жест какой-то, он его переводит в систему координат, то есть там по точкам. Я геометрически это вот всякими способами преобразовываю с помощью, там, языка C-sharp в моей реализации, но, в принципе, там можно и питон использовать, но просто у меня как-то C-sharp ближе был. Вот, и да, у меня это в виде интерфейса реализовано, что вот там показывается какой-то жест, и вот он, ну, в интерфейсе распознается и переводится в речь. Здорово. Я, если честно, не думала, что такое информатика и учительная техника, хотя учительная техника, техника, как бы, наверное, здорово, правда. Я иногда такое интересно узнаю от людей, которые что-либо делают, вот, и ты продолжаешь сейчас этим заниматься, да? Да, да. Вот, и как, по спирантуре тоже дальше? Или там что-то новенькое? Я посмотрю, на самом деле, насколько я решу эту задачу в рамках магистратуры, ну, то есть, если решать будет как бы уже нечего, то, наверное, я на этом остановлюсь. Ну, сомневаюсь, что я все решу, поэтому, скорее всего, буду продолжать. Помимо учебы, может быть, работаешь где-то по специальности или нет? Да, я работаю в колледже преподавателем. На самом деле, мне вот очень нравится обучать как раз-таки студентов, как для себя, вот, прям, мне очень это нравится, вот, и поэтому я, собственно, пошла преподавателя. Преподаю я информатику и программирование в основном у младших курсов, там, по 16 лет, ну, примерно, 16-17. То есть, не только сама учишься, но и такая, учитесь тоже, ребятам, мифи пойдете, так, встретимся. Да, всем советую. Вот. И я, так понимаю, преподаю не только в колледже, в принципе, у нас и в мифе. Да, я сейчас прохожу производственную практику. В первом семестре, ну, получается, в сентябре, там, да, зиму, я преподавала информатику лабораторную, принимала тоже, там, информатика программирования на языке СИ. А сейчас я ассемблер, тоже вот лабораторный принимаю. Ой, помню, у меня давным-давно был ассемблер, нескромное программирование, как хорошо это было. У всех нас когда-то был ассемблер. Да, какие приятные воспоминания. Я Валючу поставила давным-давно. Хорошо, какие планы, может быть, вот ты сейчас на первом курсе, да, сейчас его заканчиваешь, сейчас следующий курс, ну, я так понимаю, с дипломом продолжаем. В принципе, чего ожидаешь от следующего курса и завершения обучения? Ну, в первую очередь, я хочу как-то всё-таки закрепиться на кафедре, чтобы там уже продолжить научную деятельность, там, преподавание в том числе. Хотелось бы какие-то статьи тоже написать, вот, на конференцию в Питер, например. Тоже связано вот с моей работой, сколько мне оно очень интересно. Вот, ну, и, собственно, собираюсь на аспирантуру. Это здорово. Я тебя как аспирант... Если есть желание заниматься наукой, идите, там хорошо. Наверное, неправдиво подозвучало, но я люблю аспирантуру. Хорошо. Что пожелаешь, может быть, тем, кто либо поступает так же как-то на вечерние, либо, в принципе, поступать собирается, или просто уже учится и такой, подскажите, что делать? Желаю побольше сил, никогда не сдаваться, потому что вот на моём примере, что я сначала в лице как бы не поступила, но потом всё-таки вот смогла пробраться на бакалавр, вот, окончила его успешно, также вот на магистратуру потом поступила. Так что всегда никогда не сдавайтесь, будьте сильными, вот, и всё у вас получится. Спасибо большое. А вы, как говорится, подписывайтесь на наши каналы, если у вас есть вопросы к Дарье, задавайте их в наших комментариях, мы их ей передадим, я думаю, она будет рада на них поотвечать. Вот, а если вы вдруг являетесь её студентом, либо у нас в МИФИ, либо в колледже, тоже передавайте привет. Я думаю, ей будет приятно. Всё, ещё раз спасибо. Да, спасибо. Вам спасибо. Всем пока-пока.